Здравствуйте! Я Павел Юрасов. Это программа «Область новостей». Вас ждёт полная картина дня глазами моих коллег. Восполнить ущерб. Зачем рыбок из Саратовской области привезли в Тамбовскую, знает Юлия Савушкина. В такой ёмкости около 15 тысяч особей. Всего в ЦНУ сегодня выпустят около 45 тысячи. Как говорят специалисты, всего через три года эти малыши будут весить уже до трёх килограммов. Атака на вооружённую колонну, стрельба и взрывы гранат. Отряд спецподразделения «ВСИН Вепрь» отмечает свой 29-й день рождения. За работой бойцов наблюдал и Дмитрий Шапкин. В моих руках 9-мм пистолет-пулемёт спецназа «Витязь». В отличие от традиционного Калашникова, он обладает гораздо меньшими габаритами, а его поле гораздо большим останавливающим свойством. Это настоящая рабочая лошадка спецназа. Поговорить на сложную тему. На сдаче спектакля «В ожидании тишины» или «Мамки» по пьесе «Аси Котляр» в Тамбовском драматическом театре побывала Елена Хромова. Это камерная сцена. Зал небольшой, всего 75 мест. Расстояние от зрителей до артиста минимально. Именно в такой семейной доверительной обстановке рассказывается история трёх женщин, трёх подруг и трёх матерей. Сегодня все руководители органов местного самоуправления области встретились на собрании Совета муниципальных образований. Ассоциация подвела итоги деятельности за два года, наметила цели на будущее и избрала руководство. Местное самоуправление в нашей области сегодня осуществляется в 274 муниципальных образованиях. Это городские круга, районы и поселения. Главное направление деятельности Совета – координация усилий всех муниципалитетов от областного центра до самого мелкого сельсовета для решения общих задач. Серьёзное внимание члены ассоциации уделяют содействию гражданским начинаниям. Поддержки общественных инициатив, поддержки и участия населения в решении вопросов местного значения, в решении вопросов конкретного населённого пункта, муниципалитета. Поддержка таких общественных формирований, как префектуры, ТОСы, Уличкомы, Домкомы. Выслушав отчёт о проделанной за два года работе, Совет муниципальных образований переизбрал своего руководителя, а точнее избрал на новую должность председателя ассоциации. На общее обсуждение была представлена инициатива вступления Муниципального совета Тамбовщины в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Не меньше 45 тысяч мальков толстолобика теперь обитают в водах реки Цна в Сампурском районе. Рыбок из Саратовской области сегодня выпустили в свободное плавание, чтобы восполнить ущерб, который нанёс речке крупный свинокомплекс. Надо сказать, что в этом плане толстолобики полезны вдвойне. Подробнее о новых обитателях Цны Юлия Савушкина. Бравые мужчины в камуфляже, на берегу Цны, специалисты охотуправления и рыбнадзора. Подготовиться к зарыблению нужно так, чтобы предусмотреть все нюансы. Во время этой ответственной миссии ни один толстолобик не должен застрять в рукаве или целлофане. Все эти люди хорошо помнят события двухлетней давности. Тогда из-за того, что в воду попали отходы крупного свинокомплекса, в этих местах массово погибла рыба. Счёт жертв шёл на десятки миллионов. Водным биологическим ресурсам был причинён ущерб. Администрации Тамбовской области было принято решение искусственно воспроизвести водно-биологический ресурс на территории Самбовского района. С этой целью было закуплено почти три тонны малька толстолобика. В такой ёмкости около 15 тысяч особей. Всего в Цну сегодня выпустят около 45 тысяч. Как говорят специалисты, всего через три года эти малыши будут весить уже до трёх килограммов. В село Сампур эти толстолобики, а называются они так из-за особенностей строения головы, приехали из рыбопитомников Саратовской области. Региону это стоило почти 500 тысяч рублей. Ценность в том, что такие подросшие мальки отличаются выживаемостью до 40 процентов, тогда как зачастую этот показатель не превышает и десяти. А ещё толстолобы очень хорошие хозяева, любят наводить порядок там, где обитают. Это вид рыбы такой, который питается планктоном в основном. Она очистит и реку, потому что у нас река Цна, она как разрастаемость очень большая, цветение всегда происходит, вы всегда наблюдаете, что зелёная вода. Это вид рыбы, который маленько очистит воду данного участка реки. Искусственным воспроизводством водных биоресурсов в регионе занимаются практически ежегодно. Тамбовские реки уже выпускали стерлядь и сазанов. Теперь вот на удочку можно поймать и толстолобика. Счастливчики в этом деле могут уже начинать выбирать леску покрепче. Вес одной такой взрослой рыбины может доходить до 60 килограммов. Однако не стоит забывать и о размерах штрафов за незаконную рыбалку. Юлия Саушкина, Дмитрий Наякшин, Александр Кобзарёв, Область новостей. Не меньше 80% дорог в Тамбовской городской агломерации через пять лет нужно привести в нормативное состояние. Это лишь одна из задач, стоящих перед регионом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Его промежуточные итоги обсудили в областной думе. В заседании общественного совета проекта принял участие его федеральный координатор, зампредседателя комитета Госдумы Владимир Афонский. Встречу начали с обсуждения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Участники отметили, что по сравнению с данными прошлого года число аварий в регионе сократилось почти на 6%. За 10 месяцев медики провели 18 лечебно-консультативных выездов в районы. Троих прооперировали на месте, 15 пострадавших транспортировали. Для нас, конечно, важно выполнить поручение президента с тем, чтобы смертность на дорогах в России довести к 2004 году до 4-х человек на 100 тысяч населения. Это очень комплексный вопрос, вопрос очень непростой. Это касается не только ремонта, реконструкции, приведения к нормативному состоянию дорожного полотна, но и, конечно, мер безопасности, работы в школах, увеличение количества уроков по изучению безопасности дорожного движения. Что касается другой важной составляющей нацпроекта, качество полотна, то до 2024 года важно привести в нормативное состояние более 50% региональных дорог и не менее 80% дорог городской аггломерации. В этом году задачи нацпроекта в регионе выполнены в полном объеме. Теперь важно подготовиться к 2020-му. Владимир Афонский отметил, что до 1 марта все бумажные вопросы должны быть решены, чтобы подрядные организации могли начать работу уже в начале весны, как только позволят погодные условия. На сегодня годовой план реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 100%. Однако следующий проектный год поднимает планку по объемам работ. О том, какие дороги и улицы обретут новую жизнь в 2020-м, рассказали в областной администрации. Тамбовщина доказала, что способна довести качество и безопасность дорог до золотого стандарта. В уходящем году наша область оказалась в пятерке лучших регионов по реализации соответствующего нацпроекта. На ремонт улиц только областного центра в новом году предусмотрено почти 480 миллионов рублей. Все контракты будут заключены до конца декабря. Уже идут торги по следующему году, по тем улицам, которые будут ремонтироваться. Конкретный список и инициатива также идут от людей, от жителей нашего города. Потом обрабатываются уже непосредственно в городе, и город с инициативой выходит по включению той или иной улицы в проект безопасной и качественной дороги. На реализацию нацпроекта в следующем году уже выделено 684 миллиона рублей. На эти деньги планируют отремонтировать 34 километра областных и городских дорог. Самый большой участок в городе Тамбове это улица Карла Маркса. На участке от пересечения с улицы Пролетарской и до улицы Магистральной всего более 3,5 километров полотна. Улицу Николая Верты преобразят целиком. В рамках проекта отремонтируют Рассказовское шоссе до Пригородного леса, улицу Монтажников и отрезок улицы Октябрьской. Не узнать будет и главную магистраль Тамбова. Улица Советская. Мы начнем ремонтировать ее от улицы Красноармейской до Максима Горького. Дорога по продвиженности вообще в целом большая, поэтому она разбита Советская на несколько этапов. В 2020 году будет этот этап. Туда включены работы по ремонту пешеходных дорожек. Они теперь будут у нас в конце 2020 года в тротуарной плитке восстановление изношенно-дорожного покрытия, замена бортового камня. На пересечении с улицы Красноармейской появится светофор. 20 километров нового асфальта появится в Мичуринском, Никифоровском районе и на трассе Тамбов-Котовск. Также в федеральный центр отправлена заявка на ремонт путепровода на улице Октябрьской и еще девяти мостов. Работа в рамках нацпроекта это лишь пятая часть всего дорожного ремонта в регионе. Поэтому жителям других районов города и области не стоит волноваться. Павел Ярасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. В систему образования Тамбовской области активно внедряется инклюзивное обучение. Чтобы этот процесс проходил успешно и динамично, необходимо повышать профессиональные навыки тех, кто непосредственно помогает детям включиться в учебу. Сегодня в рамках проекта «Школа рядом со мной» для педагогов провели обучающий семинар, на котором мы рассказали, что необходимо для обучения детей с ограниченными возможностями. Подробности в сюжете Марии Шумейкиной. В Тамбовской области все больше детей учатся в условиях инклюзии. Это обучение, в которое включены все дети вне зависимости от их физических, интеллектуальных и иных особенностей. Данный процесс – шаг вперед в развитии всей образовательной системы. Важную роль в поддержке инклюзивного образования играет проект «Школа рядом со мной». Этот проект мы реализуем при поддержке фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы его начали с 1 апреля 2019 года реализовывать. И он направлен как раз на внедрение технологии разноуровневой поддержки детей с ограниченной возможностью здоровья, которые обучаются в школах. На базе школы-интерната действует региональный ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования. И как раз его роль помогать специалистам вот этот процесс инклюзии делать более безболезненным, что ли, делать более таким комфортным и для специалистов, для ребенка с ограниченной возможностью здоровья и для вообще окружающего сверстников. В рамках проекта для педагогов, учителей и дефектологов провели семинар, чтобы повысить их компетенции в обучении детей в условиях инклюзии. Кроме этого, участники в целом узнали, какие условия необходимы для обучения ребенка с ограниченными возможностями. Например, немалую роль в этом играет участие родителей, создание благоприятной обстановки в коллективе. В некоторых случаях требуется помощь еще одного важного специалиста. Многие дети с ограниченными возможностями способны окунуться в процесс обучения самостоятельно. Но иногда им все же требуется помощник. Тьютер – такой человек, который сопровождает ребенка в процессе обучения и помогает ему освоить школьную программу. Кстати, обучение в общеобразователем учреждении тоже нужно подстроить под ребенка, учитывая его особенности и потребности. Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы, облегчающие процесс адаптации детей с ограниченными возможностями в школе. А во время урока на плече учителя ложится большая ответственность. Ребенку надо не просто уделить, для него, должно быть. И это все более наглядно. Потому что у таких детей и психические развития, и психические процессы проходят немножечко по-другому. И восприятие, оно тоже немножечко другое. И поэтому здесь больше внимания, больше поощрения. И надо смотреть, когда ребенок развивается не в сравнении с другими детьми, а именно в сравнении с самим собой. То есть вот траекторию его развития. Сейчас в Тамбовской области в условиях инклюзии обучаться 2500 детей. В ближайшем будущем благодаря проекту инклюзивное образование станет доступнее. И еще больше детей с ОВЗ получат возможности для обучения и социализации. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Атака на вооруженную колонну, стрельба и взрывы гранат, к счастью, учебных. Так свой профессиональный праздник встретили бойцы спецподразделения УФСИН «Вепрь». На свой 29-й день рождения они пригласили молодежь. Ребята из казачьей детской школы-интерната имени Воронцова-Дашкова. Ребята узнали, как работали учреждения исполнения наказания в прошлые века, а также познакомились со стрелковым оружием спецназа. За работой подразделения наблюдал Дмитрий Шапкин. Колонну во главе с БТРом атаковали в лоб, но спецназ реагировал мгновенно. Две тройки синхронно ответили огнем на поражение. Прикрываясь щитом от пуль, бойцы буквально за полминуты ликвидировали всех террористов. Это рядовая тренировка подразделения, которую умеет обезвреживать противника за секунды. Принимали участие в контр-таристических операциях на Северном Кавказе, выполняли обеспечение правопорядка и в других городах, это как Санкт-Петербург. Также выезжаем периодически раз в три года в учебные центры для повышения квалификации. Ну и, соответственно, подтверждаем свои знания и умение физическое, и огневое. За штурмом с замиранием сердца наблюдают воспитанники казачьей школы-интерната имени Вранцова-Дашкова. Из боевого оружия спецназа ребятам знаком разве что автомат Калашникова. Но уже через несколько минут, когда улегся дым от гранат, они толпятся у стеллажа с оружием. Выбор самый широкий от пистолета Ерыгина до ручного противотанкового гранатомета. В моих руках 9-мм пистолет-пулемет спецназа «Витязь». В отличие от традиционного Калашникова, он обладает гораздо меньшими габаритами, а его пуля гораздо большим останавливающим свойством. Это настоящая рабочая лошадка спецназа. Однако побывать на дне рождения спецназа и не попробовать отработать хотя бы один навык этих профи попросту неправильно. Специально для ребят подготовили стенд с разобранным автоматом, который нужно было максимально быстро собрать. Холодная осенняя погода не охладила пыл ребят. Некоторые собирали автомат в одной майке. Александр на такой праздник спецназа попал впервые, но лицом грязь не ударил. Справился с задачей за минуту. Он потомственный военный, потому свою жизнь хочет посвятить служению Отечеству. Готовиться к этому очень основательно. Я занимаюсь акробатикой, танцами уже 10 лет как хожу. Занимаюсь борьбой Григориевской. И в школе у нас предмет рукопастный бой. Победителям руководства отряда вручило призы и грамоты. На память ребята фотографировались возле БТРа вместе с бойцами, и каждый уйдет с собой удивительное чувство единения настоящего мужского братства, которым является спецназ. Дмитрий Шапкин, Дмитрий Наэкшен, Анна Мусатова, Область новостей. Знаете ли вы, что картины Василия Поленова должны были отправиться в Америку на Титанике, но чудом избежали погрузки на корабль? Об этом и многом другом сегодня рассказали в своих докладах участники первого детского поленовского форума. 2019 год стал юбилейным для художника Василия Поленова. С его рождения прошло 175 лет. Весной круглой дате посвятили 10-е международные поленовские чтения, а теперь эстафету передали молодому поколению. Чтобы поговорить о великом живописце, юные дарования собрались в детской художественной школе номер 2 на уникальном мероприятии в первом детском поленовском форуме. Как бы у нас школа детская, направлено все на воспитание ребенка, именно в искусстве и средствами искусства. И очень часто те поленовские чтения, серьезные международные конференции, которые проходят, немножко оторваны от детей. И мы дали возможность создать площадку, чтобы дети тоже могли высказаться. Учащиеся детских художественных школ и школ искусств выступили с докладами о жизни и творчестве поленова. Причем даже люди, давно изучающие художника, узнали из них что-то новое. Форумы уже прочат светлое будущее. Организаторы планируют публиковать доклады учеников, проводить круглые столы и расширять выставку работ талантливых детей. Сезон премьеры в драматическом театре в самом разгаре. К серьезной постановке зрители готовили постепенно. Так, в начале октября на сцене был показан водевиль, после чего спектакль по рассказам Шукшина. Сегодня это трагикомедия «В ожидании тишины» или «Мамки» по пьесе Аси Котляр. На сдачу спектакля побывала Елена Хромова. С виду репетиционный зал. На самом деле еще одно сценическое пространство театра. Сдача спектакля – это уже премьера для режиссера. Он лично проверяет декорации, как подготовлен реквизит и точно выстроен ли свет и звук. Объявочка, потом опять попадаем в секунду 30, и потом блин. На начале. Договорились. Да? Да. Хорошо. Пьеса актуальна. Она показывает судьбы матерей разных национальностей, попавших в котел боевых событий на Донбассе. Не каждый режиссер готов сегодня говорить со зрителем на эту тему. Константин Корчевский решил не отмалчиваться. То, что происходит, допустим, там, какие-то боевые действия, гражданская война – это против природы. Это неестественно. Это не должно быть. Несмотря на то, что это происходит где-то там, мы к этому относимся уже черство. Мы не ощущаем эту боль. И моя задача, чтобы зритель здесь, в городе Тамбове, каким-то образом понял, насколько это страшно и насколько это противоестественно. Его желания разделили и зрители. Стоит отметить, что на показе не было свободных мест. Именно сейчас за этой дверью проходит предпремьерный показ спектакля «В ожидании тишины». Это камерная сцена. Зал небольшой, всего 75 мест. Расстояние от зрителей до артиста минимально. Именно в такой семейной доверительной обстановке рассказывается история трех женщин, трех подруг и трех матерей. События разворачиваются в погребе. Отдаленно слышны взрывы. Из декораций только ящики и полки с оленьями. В атмосфере страха и напряжения начинают раскрываться человеческие взаимоотношения. Детей же рожали вместе. С семьей дружили. Мужем его вместе схоронили. А теперь, знаете, вам, ваши, наши, наши, наши. Это когда-нибудь закончится? Скажите мне. Я в страшном состоянии могла представить, что мы будем сидеть в этом жутком погребе и вздрагивать от взрывов. Каждая фраза как оголенный нерв. Истерический смех сменяется слезами. Ненавистные высказывания – раскаянием. Сонька, я представлю, что Наташкин Сашка, моего Сашка с автомата вбывает. Сыновья этих женщин-подруг воюют друг против друга. Те, которые когда-то в детстве находились вместе, ели из одной чашки. Когда первый раз я ее только начала читать, много было противоречий. Но как только я ее закрыла, прочитала слово «занавес», слезы текли, и я поняла, что я ее люблю. Я поняла, что это мое. Я понимаю и совершенно отдаю этому отчет. На эту тему надо говорить, несмотря на то, что может быть больно, может быть кому-то тяжело, кому-то надоело, но это вокруг нас. Постановка длится чуть больше часа. Каждая героиня отстаивает своего ребенка свою правду. Но сила их в единстве. Их жизнь тесно связана друг с другом. Они стали семьей, которую на протяжении спектакля актрису постараются сохранить. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать еще больше новостей на нашем сайте и в группах соцсетей. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова